Семидесятилетняя история Комсомольска на Амуре сегодня отражена в книгах, кинематографе, в музыке, в танцах. И каждое из этих произведений искусства создавалось под влиянием одного чувства – чувства любви комсомольчан к родному городу. Александр Зибаровский – художник с 45-летним стажем. За это время он написал множество работ, в каждой из которых отражена частичка истории Комсомольска на Амуре, связанная с жизнью Александра Александровича. Здесь и богатая дальневосточная природа, и рыбалка, и архитектура города. «Конечно, художник не может не пройти. История города не проходит. Ты живешь в этом городе, ты должен писать эту историю. Она интересная. И природа здесь интересная. Она очень отличная от других. От средней полосы, допустим. Я был на даче. Средняя полоса России. Там совершенно другой. И климат другой, и природа другая. А наша дальневосточная очень мажорная, мощная. Поэтому писать ее – удовольствие». Александр Александрович родился в Амурской области. Но, как он сам говорит, сюда его привезли грудным младенцем. Поэтому Комсомольск на Амуре уже давно стал для него родным и любимым городом. Здесь его дом, семья. Здесь прошла вся его творческая жизнь. Александр Александрович – художник-профессионал. Об этом говорят его работы. Об этом могут также сказать многие комсомольчане, в том числе и работники студии телевидения. Александр Зиборовский работал на ГТРК Комсомольск практически со дня ее основания на протяжении пяти лет художником-оформителем. Уже сегодня все готовится к юбилею Комсомольска на Амуре. В преддверии этой даты состоится открытие большой выставки, где будут представлены новые работы каждого художника-комсомольчанина, посвященные родному городу. Среди них и три картины Александра Зиборовского. А вот о чем они и как будут называться, это мы пока сохраним в тайне. А сегодня расскажем о другом подарке Александра Зиборовского к дню рождения Комсомольска на Амуре. Творческая жизнь Александра Александровича связана не только с картинами. Уже много лет он разрабатывает эскизы юбилейных значков. Среди них эскиз значка к 70-летию Комсомольска на Амуре. Значок можно считать произведением искусства? Конечно. Но тем есть произведение искусств малых форм. Любой знак точно вывеленный, точно сделанный, как говорят, отсосленный точно. Свете правильно сделал. Это и есть вот как раз удача. Почему называется знак? Он должен быть очень простым. Меньше загруженности. Потому что знак он не любит много загруженностей. Вот там вот есть такие вот люди, ну не знаю, ну может не профессиональные. Им нужно, чтобы в знаке было все. И город, и завод, и дым, и Амур, и мост, там всякие вещи. Но знак этого не любит. Знак должен быть точным. И, да удивительно, у меня мало предметов, но точно сказано, как и по форме вывеленный, и так по содержанию. Если ты такой знак делаешь простой и очень точный, то это успех. У любого настоящего произведения искусства процесс рождения происходит долго и сложно. Художник все время ходит с карандашом, потому что идеи могут возникнуть в его голове совершенно неожиданно. То же самое было и с эскизом значка, который Александр Зиборовский разрабатывал к 70-летнему юбилею города. Почему вот они у вас такие разные, их так много? А, ну в любом поиске, в любом поиске любого значка проверяется любая форма. Любая форма. Что входит в знак? Первый геродический какой-то щит. Идешь от этого. Потом, допустим, атрибутика знамена. Или, допустим, что у нас в городе, дом с башней, допустим, цифры 70 лет, лента там, флаги российские и наши дальневосточные. И все это вместе делается какая-то такая геродическая штука. Но она, допустим, она сегодня вот хороша здесь, но хочется еще что-то по-другому подумать. И вот получается около 20-30 таких знаков. И потом избирается. Или, бывает, приходишь к первому по результату. Бывает, первый, самый мощный или самый точный. И можно разработать 20 знаков и вернуться опять к начальному. Вот это все нужно проверить, все формы, и выбрать то, чего точно отражает знак. Создание юбилейного значка – очень ответственное дело. Ведь это все равно, что символ города. Кроме того, в значке должен найти отражение тот промежуток времени, которому он посвящен. Если взять эти значки, которые делали к юбилею, когда было 40 лет городу и 70 лет городу, чем вот они отличаются? Ну, отличаются вот в чем. Допустим, 40 лет городу и 70 лет городу, я же говорил до того, что. Конечно, хотел бы сохранить форму. Обязательно ту коллекционную форму, чем она была выполнена. Ну, эти елочки, как они были и 40 лет, они и сейчас есть. Ну, допустим, там город был награжден орденом Лейнда. Значит, использовали этот знак. Сейчас нет награждения. Сейчас идут, допустим, атрибутика знамени. Флага, да? Дальневосточного и нашего российского трехцветного. Значит, нужно это использовать уже время. Нет. Раньше у нас флаг был красный, сейчас ледит, трех колодок. Это уже время. Ну, и форма. Там, может быть, много нагромождений было таких. Там, плавовые веточки, дубовые веточки. Сейчас как-то попроще. Отходим от такого. Все геральдические формы, я смотрел, они все шли от щитов. Город – это щит, это защита. И поэтому все городов, они шли от щита. От защиты. Вот эта форма щита, защита города, она была в основу сделана на всех гербах города. Не только наших, но и современных, даже старинных. Александр Александрович, вот вы на протяжении уже стольких лет делаете, разрабатываете эскизы значков, в основном связанных, конечно, с Комсомольском на Амуре. Вот в этих значках отражается ваша любовь к городу? Наверное, да. Я живу в этом городе, я люблю свой город. Города мы не выбираем, как и матерей. Где живем, там мы и пригодились. Наверное, конечно. То есть, известно, что у нас нет таких вот в городе, что ли, ну, город-то молодой. Нет хороших зданий, каких-то старинных. На что можем его опереться? Что взять в основу, допустим? Или герба, или значка. Поэтому, ну, что есть, то мы и делаем. Среди большого количества эскизов, конечно, сложно выбрать единственно правильный. Ведь этот значок в день рождения города будет вручен на память многим комсомольчанам. Поэтому было много споров, вопросов, предложений. У нас был первый старый горкома, Буляк Александр Романович. Он всегда говорил так, доверяйте художнику, он профессионал. Эскиз значка к юбилею города готов и отправлен в Москву, где уже найдет свое материальное воплощение. И в дни празднования юбилея комсомольска на Амуре первостроители, почетные граждане и гости города получат его в подарок. А пока можно уже говорить о том, что Александр Зибаровский вписал еще одно новое слово в историю комсомольска на Амуре. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...